Доброе утро, дорогие телезрители и радиослушатели. В эфире программа «Якутск сегодня». В студии работает Ларина Сукуева за режиссёрским пультом Екатерина Голикова и Мария Новгородова. На календаре сегодня 2 марта, вторник. И сегодня в течение 45 минут мы поговорим о том, как записать своего ребёнка в первый класс. Поздравим Маганскую библиотеку со столетним юбилеем, а после затронем тему здоровья, в частности, здоровья уха. Не забывайте, что мы работаем в прямом эфире, так что смело вы можете задавать свои вопросы в телефон в студии 32 0066 и 32 1166. А также вы можете спрашивать нас по WhatsApp. Номер 8 964 428 8818. А я между тем хочу напомнить, что в этом году приём детей в первый класс пройдёт по новым правилам. Какие это правила, более подробно об этой процедуре, нам расскажет Алексей Семёнов, начальник управления образования Кружной администрации города Якутска. Доброе утро, Алексей Крементьевич. Итак, расскажите, пожалуйста, о новых правилах, о записи ребятишек в первый класс. Что за правила такие? В сентябре у нас вышел прекрас Министерство просвещения, по которому приём заявлений начинается с 1 апреля и заканчивается не позднее 5 сентября. А с чем это связано? Ведь раньше запись шла в феврале. Ну, это связано с тем, что, ну, как бы, нового порядка. И у нас дети, которые, старшие братья и сёстры учились в одной школе, то есть хотели отдать ту же школу. И поэтому внесли изменения. И нынче вот с 1 апреля у нас запись идёт не только по территориальным закреплению, но и дети, которые в одной семье, если старшие братья и сёстры учатся в этой школе, у вас есть право подать заявление. Даже если ребёнок территориально не прикреплён к этой школе, то есть живёт не в прилегающей территории. Совершенно верно. То есть у него есть такой приоритет. А ещё многих родителей беспокоит. Какие другие приоритеты записи вот ребятишек в первую классу? Может быть, существуют такие приоритеты, как у детей, судей, работников МВД, многодетных семей. Есть такое или нет? Есть такое, оно и было. Это относится к военнослужащим и полицейским. То есть работники полиции и военнослужащие имеют переочередное право подать заявление вот с 1 апреля по месту жительства. Ага. А вообще как будет проходить запись ребёнка в школу? Вот это проходит, опять же, онлайн, на каком сайте, на какой платформе? Ну, на самом деле, в приказе Министерства просвещения отражаются разные формы. Можно в заявительном, бумажном виде, также в электронном, через портал Госуслуг. Но в городе Якутске из-за особенностей того, что у нас, ну, всего у нас мы по плану берём 5300 детей у нас по плану в первый класс. Из них 182 класса комплектов формируем, ну, по плану стоит, из которых 54 на родном языке по плану стоит. Но так как у нас, наша школа загружена почти 2,1 раза, заявление лучше подавать через портал образовательных услуг Е-Якутия. Ага. Но многие жалуются, что происходит, когда вот много народу начинает одновременно, да, записывать своих детей, получается какая-то вот такая вот нестыковка инотехническая. Вот с этим как вы-то справляетесь? Нынче изменения от того, что вот первый идёт город Якутск. Поэтому республика, ну, по республике город идёт в первом, с 1 апреля. Поэтому, ну, я надеюсь, что будет чуть попроще. Дорогие друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете задавать свои вопросы начальнику управления образования Алексею Семёнову по телефону 3211-66-3200-66. Сегодня мы говорим о записи наших детей в первый класс. Так, а можно ли записать своего ребёнка в первый класс, если у тебя временная прописка? Временная и постоянная прописка имеет одинаковую силу, и поэтому можно подавать с временной пропиской. А я вот ещё слышала такое, что временная прописка должна быть не меньше полугода. Это так, или я ошибаюсь? Вы ошибаетесь, оно действует. То есть можно сегодня прописаться и завтра спокойно записывать своего ребёнка, да? Ага. А если вот в школе мест не хватает, да, а по прописке ребёнок относится к этой школе, вот что происходит в этом случае? Ну, школа может отказать только в одном случае, когда нету вакантных мест. И в этом случае родители должны, ну, вот уже управление образованием, если заявление висит вот за конкретной школой и мест не хватает, уже работает управление образованием, отдел мониторинга качества образования, который смотрит и распределяет детей ближе к лежащей школе. А, например, вот может быть такое, да, что вот ребёнок не попадает в свою школу по прописке, да, и через какое-то время летом выясняется, что он будет ходить в школу, которая очень далеко находится от его дома. Такие случаи вообще были? Ну, мы стараемся решить близлежащие школы, ну, такие моменты могут быть, но понимаете, что в центре у нас, ну, к сожалению, очень много людей с временной пропиской. И поэтому по месту проживания, ну, вот они проживают, допустим, в Мархе, но хотят попасть в центральную школу, но потом они всё-таки подают уже в школу по месту жительства. А все ли школы в нашем городе обязаны принимать детей вот по прописке? И есть ли такие школы, которые, может быть, отходят от этого правила? Отходят от этого правила только школы, которые принимают не с первого, а, допустим, с пятого класса. Это у нас Якутский городской лицей, это у нас физико-технический лицей и наши коррекционные школы, в которые можно попадать через комиссию ПМПК с каким-то заключением. Ага, а вообще как можно узнать, к какой школе прикреплён мой ребёнок? Есть распоряжение окружной администрации, которое висит на сайте Якутский РФ и Управления образования, где вы можете посмотреть, к какой школе относится ваш адрес. И это распоряжение обновляется каждый год, то есть строится новая дава. Сейчас уже мы радуемся, что вводятся новые школы и появляются новые школы и новые адреса. А вообще вот как нужно заполнять личные данные в личном кабинете, чтобы записать своего ребёнка в первый класс? Ну, первое, это надо сейчас вот проверить свою регистрацию на портале госуслуг, надо зарегистрироваться и обязательно подтвердить свою учётную запись в госуслугах. И потом уже заходить на портал образовательных услуг, заранее заполнив все данные, которые надо внести, допустим, в ордовском формате, чтобы откопировать и потом уже вставлять в формы. Дополнительно потом в бумажном варианте нужно будет как-то заносить документы в школу уже? Ну, это уже когда в приём пойдёт, когда запишут уже ребёнка. Да, когда запишут. Так, у нас ещё телезрители спрашивают, будет ли в этом году набор в русскоязычный класс в школу АИКГТ. Будет ли такое? Сейчас в скором времени откроются новые гимназии в 203 микрорайоне на 360 мест. По плану там будет 33 класса комплекта. Это будет русская школа. И территориально они находятся прямо близко друг от друга. И желательно бы, конечно, в зависимости от реализации учебно-воспитательного плана отделить. Но у родителей есть право подавать заявление в любую школу по месту жительства. Это новая школа, когда, вы сказали, планируется? Уже в этом новом учебном году получается, да? Сейчас устраняются мелкие недоделки. И мы работаем уже получением лицензии на образовательную деятельность. И как только мы получим лицензию, сейчас уже имеется руководство школы. Мы провели ярмарку вакансий совсем недавно. И формируем коллектив, педагогический состав. Мы зарегистрировали в министерстве инноваций классы. То есть уже с 1 апреля можно будет подавать уже в новую школу в 203 микрорайоне гимназии Центра глобального образования. Ой, как здорово. Отличные новости. У нас есть телефонный звонок. Доброе утро. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Это с города Якутска. У меня ребенок в этом году первый класс идет. Я бы хотела... У нас прописка, например, у него временная. Прописка временная. Первый класс должен идти в 31-ю школу. А по временной прописке туда берут, да? Берут. Об этом я только что говорил, что временная прописка и постоянная прописка, они равносильны. То есть даже если ты прописан меньше полугода, меньше месяца, то записать своего ребенка в первый класс вы смело можете. Друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон в студии 3211-66-3200-66. Сегодня мы говорим о том, как записать своего ребенка в первый класс. И запись начнется в этом году на новый учебный год 1 апреля. И продлится она до... Да, до 5 сентября. Но первый поток идет с 1 сентября по 30 июня. По 30 июня идет по закрепленной территории и для льготной категории, первоочередной. И в течение трех дней, это получается 3 или 5 июня, не позднее таких дат, школы издают приказы о зачислении. То есть в течение трех дней они уже приказы должны быть? Да, рабочие дни они издают приказы. И 6 июля начинается прием уже на вакантные места, не по закрепленной территории. То есть с 6 июля можно подавать заявление уже на свободные места. Ага. Такие ситуации... Да, вопрос задам чуть попозже. У нас телефонный звонок. Доброе утро, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Можно спросить, пожалуйста, вот в районе Прометрия какая школа строится? Ага. В данное время строится школа на 990 мест. И сейчас вот мы закрепили приказом управления руководителя, который курирует строительство. И вот уже планируется в 2022 году. То есть получается в ближайшее время в Якутске появятся две новые школы. Я права? Или больше, может быть? Еще больше. В Кангаласках появится школа-сад на 220 на 100 мест. Ну, 220 школьных и 100 детский сад. Здорово. А вот та школа, которая строится в 202 микрорайоне, сколько планируется первых классов? В 203 микрорайоне. В 203, ага. Ну, по плану мы посмотрим, сколько заявлений. По плану стоит три класса комплекта. Но в зависимости от количества поданных заявлений, может количество классов увеличиться. То есть может быть такое, да? То, что записали, например, 60 ребятишек в первый класс, потом поступило еще какое-то количество, то есть могут открыть третий класс. Ну, примерно так, да? Четвертый. Даже четвертый класс. Что ж, огромное спасибо, Алексей Клементьевич, за подробные ответы. Я думаю, что ответы были очень полезны нашим телезрителям. И напоминаю, что мы беседовались с начальником управления образования администрации города Якутска Алексеем Семеновым. И запись в первый класс на новый учебный год стартует нынче 1 апреля. Сейчас мы прерываемся на короткую паузу. Не переключайтесь. Увидимся с вами через несколько мгновений. Доброе утро, дорогие радиослушатели и телезрители. В эфире программы Якутск. Сегодня мы продолжаем свою работу. На календаре сегодня вторник, 2 марта. И в эти дни Маганская библиотека отмечает свой 100-летний юбилей. И с этой круглой и значимой датой мы хотим поздравить заведующую этой библиотеки Марию Тимофееву. Мария Рамоновна, доброе утро. Доброе утро. В первую очередь, конечно же, примите самые искренние наши поздравления с такой значимой датой. Спасибо. 100 лет – это очень большая дата. Скажите, пожалуйста, с какими событиями, с какими новостями вы встречаете юбилей? Ну, хочу сказать, что начну, наверное, с того, что в 2019 году наша библиотека переехала в новое здание Дома культуры. Ритм, села Маган. До этого мы находились в старом здании ЖКХ. Мы находились на втором этаже. Это было очень неудобно. Находились вдалеке от центра. Сейчас мы очень рады, что переехали в новое здание современное. Оно отвечает всем требованиям. Есть пандус, центр села. Рядом школа. Ребята очень часто забегают и до уроков, и после уроков. Ну и остановка тоже рядом. Пандус для маломобильных граждан тоже. Это очень важный показатель для здания. Ну и вековая история нашей библиотеки – это, конечно, такое значимое событие в истории села. Что-то вы проводите в рамках юбилея, какие-то мероприятия? Да. Сейчас мы проводим цикл мероприятий онлайн в формате, конечно, на площадке Zoom. Это и встречи с интересными людьми в рамках клуба «Краевическая пятница». Это и встречи с работниками библиотеки. Вот недавно у нас состоялся. И продолжаем в том же духе и в течение года. Ко дню библиотек планируем также крупное мероприятие юбилейное. И, конечно, осенью, где-то в октябре, у нас состоится фестиваль поэзии, посвященный Харлампевой. Наталья Харлампева. Да, Наталья Ивановна. Известная поэтесса. Да, народный поэт нашей республики. Она живет в Магане. Она из Магана. Мы хотим посвятить этот фестиваль юбилею в библиотеке и Наталье Ивановне, конечно. Друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире, поэтому вы можете смело задавать нам свои вопросы по телефону 3211-66-3200-66. Сейчас мы говорим о 100-летнем юбилее Маганской библиотеки. Мария Рамонтовна, скажите, пожалуйста, когда именно была образована Маганская библиотека и кто стал ее инициатором? Ну, архивные документы нам говорят, что в 1921 году в Новониколаевском селении, которое ныне Маган, была образована изба Читальня. Этому есть документальное подтверждение из Национального архива. И, конечно же, изба Читальня. Чем они занимались? Там повсеместно, по Якутии, но и не только по Якутии, открывались такие избы Читальни. В то время работали в основном по ликвидации неграмотности. И вот в число этих из Почитальни вошло наше село. А как вот она за это время развивалась? Ну, даже если говорить простым языком, да, сколько книг было на самом начале? И сколько вот? Какой библиотечный фонд сейчас у вас? Да, в самом начале там несколько десятков книг только было. А сейчас у нас фонд составляет больше 6 тысяч. Но это тоже небольшой фонд считается по нашим меркам. Но сейчас у нас в центральной библиотечной системе города Якутска есть такая услуга, ну, заказ книг. И мы можем по заказу, по запросам наших читателей сделать заказ из городских библиотек, из фондов городских библиотек. В таком плане. А вот интересно, вот о всех документах, да, вот о столетней давности зафиксированы ли данные о том, какая литература тогда была? А вот о чём читали? Конечно, в основном это были дарственные, дары меценатов. И в основном там церковные книги присутствовали художественно. И журналы того времени, газеты, периодика в таком плане. А библиотека Маганская сохранила те вот книги, те журналы? Может быть, что-то осталось? У нас есть самое, ну, как самое старое издание 47-го года. Это издание Льва Николаевича Толстого, собрание сочинения 47-го года. И хранится это издание у вас? У нас, да, у нас хранится. А таких вот, к сожалению, нет, не сохранилось. Такими книгами можно пользоваться? Можно ли их читать? Или это всё-таки уже как музейный экспонат? Это, конечно, уже как музейный экспонат, раритетный, поэтому на руки мы не выдаём. Но в читальном зале это, конечно, можно просмотреть, такую литературу. Убедиться в том, что библиотека имеет вот такое вот большое количество лет, да? Да. Как вы сказали, уже два года назад Маганская библиотека переехала в новое красивое здание. А вместе с переездом какие вот новации, какие новшества были введены? Вот когда мы переехали в 2019 году, тогда же наша дирекция, наша библиотечная система предложила нам участвовать в национальном проекте «Культура». Это, конечно, большой опыт участия в таком конкурсе федерального уровня. И мы прошли конкурсный отбор, выиграли на модернизацию 5 миллионов рублей и полностью обновили нашу библиотеку. Ну, хочу рассказать как-то поэтапно, да, как мы это делали. Мы взяли за основу концепции краеведения, потому что с 90-х годов прошлого века, 20-го века, мы занимаемся краеведением. Собираем исторические материалы по истории села, воспоминания жителей. У нас вышла в 2010 году книга-альбом «Маганцы в боях и в тылу». Издается местная газета «Маганский вестник». Кстати, мы единственная библиотека, у которой издается газета. И мы взяли за основу именно краеведение, и сейчас у нас историко-краеведческая экспозиция. Мы не можем сказать музей, потому что у нас, ну, и по правилам, по нормативам мы не можем соответствовать музейной деятельности, поэтому у нас именно экспозиция. Для участия в конкурсном отборе мы составили проект, дизайн, и, соответственно, этому дизайну мы составили и смету. Там очень большие требования на этом конкурсном отборе. И мы взяли за основу, ну, так как площадь у нас маленькая, всего 130 квадратов, фонд большой, и еще плюс экспозиция. Мы не смогли разместить все это на такой маленькой площади. Поэтому мы основывались на трех принципах. Принципах – это открытость, мобильность, полифункциональность. То есть у нас мебель всю обновили, мы создали стеллажи до потолка, фонд у нас сохранится на таких стеллажах. Потом мы создали стеллажи на колесах, мобильность, да, как говорится, открытое пространство, чтобы за 5-10 минут, например, читальный зал мог превратиться в открытое пространство для проведения мероприятий. И до этого мы и проводили такие мастер-классы, лекции всевозможные мероприятия, тематические вечера. И сейчас у нас для этого такое пространство, как бы, получается больше даже стало. Хотя площадь не увеличилась, но получается так. – А вот я еще знаю, да, что несколько лет назад Маганская библиотека поменяла свой статус, и она стала называться сельскомодельной. Это вот что означает? – Сельская модельная, да. Модельная по модельному стандарту деятельности публичных библиотек. Модельная – это значит образцовая библиотека, которая имеет хорошо окомплектованный книжный фонд, и новинки технологические, и работает по новым технологиям. Ну, это образцовая библиотека называется. – Мария Ромондовна, скажите, а кто ваши читатели? Вот расскажите о них. Сколько их на сегодняшний день? – Конечно, читатели – это основной компонент любой библиотеки. Количество читателей составляет у нас 1200, при том, что жителей у нас около 2000 всего. – То есть почти все? – Да. – Можно так сказать. – В селах это обычно такая тенденция имеется, когда все почти записаны в библиотеку. Мы обслуживаем все категории, возрастные категории населения. Главное условие, ну, чтобы была прописка в селе Маган. Но сейчас в связи с конкурсной, с национальным проектом «Культура» мы должны ввести единые электронные читательские билеты по библиотечной системе города Якутска. И это предполагает, что если читатель у нас записался, он уже имеет право обслуживаться и в городских библиотеках. На сегодняшний день это пока три библиотеки. – А это какие? – 21-й филиал «Созвездия», 22-й филиал «Смарт-библиотека» и наша Маганская библиотека. Но это в связи с внедрением RFID-технологий. – Это очень удобно. – А вот сейчас многие говорят, многие жалуются, что молодёжь у нас такая нечитающая. Вот ваша библиотека может сделать такой вывод? – Я с этим выводом могу не согласиться, потому что молодёжь, категория возрастная, она же как-то увеличена от 14 до 30. И даже в ноябре уже был принят закон, продлили, ну, как бы повысили возраст молодёжи до 35. – А если говорить вот о школьниках? – Ну вот мы условно делим молодёжь на учащихся, вот школьники, студенты, и на работающую молодёжь. Если взять, например, учащихся, то они больше читают в основном, конечно, по школьной программе, да? Ну это и понятно, потому что… – То, что задают. – Да, то, что задают, они читают. Но чтение для души у них связано с такими книгами, как манго, комиксы, графические романы. Очень пользуется популярностью серия «Сталкер». – Ну то, что сейчас в тренде, как говорится, то они и читают. – Да. – Огромное спасибо, Мария Рамонтовна, за интересную беседу. Я вас ещё раз поздравляю со столетним юбилеем. – Спасибо вам. – Замечательная дата. – Спасибо. – Приходите к нам ещё на эфир. А я напоминаю, что сейчас у нас в гостях была Мария Тимофеева из Маганской библиотеки. Друзья, сейчас мы прерываемся на короткую паузу. Не переключайтесь. Друзья, я напоминаю, что сегодня на календаре 2 марта-вторники и завтра во всём мире отмечается Международный день охраны здоровья уха и слуха. Эта дата – это возможность обратить внимание на своё здоровье, а также помочь тем людям, которые уже борются с нарушениями слуха. О причинах данного недуга, о лечении и профилактике нам сегодня расскажет врач от Арина Ларинголог детского лор-отделения Республиканской больницы номер 1, Национальный центр медицины, кандидат медицинских наук Аина Местникова. И, друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Звоните нам по телефону 320-066-3211-66. Задавайте свои вопросы нашей гости, а также всегда для вас работает наш WhatsApp номер 8-964-428-8818. Аина Захаровна, здравствуйте. Здравствуйте, Ларина. Скажите, пожалуйста, как много ребятишек в Якутске и в нашей республике в целом страдают нарушением слуха? Вообще в мире страдают около 5% с разной патологией слуха. В нашей республике детей около 1053 состоит на учёте в сурдоцентре. Это все дети с первой степени по четвёртой степени в дугоухости. А какова главная причина этого недуга? Главная причина, ну, это может быть воспалительная или инфекционная причина. Она приводит к развитию отита. Чаще всего это бывает у детей. Основная причина – это заболевание со стороны носа и носоглотки, аденоиды, например. А вообще вот нарушение слуха связано ли с наследственностью? Вообще такое бывает или нет? Если мы говорим о повреждении, о сенсионевральной тугоухости, то тогда да, есть, как бы даже доказано то, что она несёт какой-то генетический фактор. Но это не всегда. То есть это, возможно, одна из причин. Мы знаем, что в 2017 году в Якутске впервые была проведена кухлеарная имплантация деткам, да? И операции по тимпанопластике. Вот расскажите об этих операциях. Значит, все операции по поводу слуха можно разделить на две части. Это как тимпанопластика и кухлеарная имплантация. Тимпанопластика – это когда у ребёнка есть хронический отит. Например, дефектов барабанной перепонки, нарушение целостности слуховых косточек. То тогда да, тимпанопластика – это тот метод лечения, который ему поможет. То есть это не глухие дети, а плохо слышащие дети. Кухлеарная имплантация показана тем детям, которые не слышат, глухие. Происходит это за счёт вживления электрода в улитку. И даёт шанс ребёнку расти и развиваться в обычном обществе, ходить в общеобразовательную школу. Такие дети у нас есть. А вот со временем нужно менять импланты или нет? С взрослением ребёнка? Нет. То, что мы как хирурги вживляем электрод, мы его не меняем. То есть в течение до взрослости, до старости он сходит с этим имплантом? Да. Это как кардиостимулятор. Ага. А вот с тех самых пор, с 2017 года, как много операций вы таких провели? Значит, кохлеарную имплантацию мы провели совместно с Национальным центром от риноларингологии Москва, с профессором Хасаном Диабом, 24 кохлеарные имплантации. Нынче планируем проводить ещё 6 кохлеарных имплантаций. Тимпанопластик мы провели 22. Некоторые из них совместно с заведующим от риноларингологического отделения Республиканской больницы номер 2, кандидатом медицинских наук Иннокентием Николаевичем Александровым. Нынче тоже планируем провести 6, но вообще кандидатов намного больше, чем. Вот если мы, поскольку мы заговорили о операциях, да, всегда ли хронический гнойный отит – это хирургическое вмешательство? Смотрите, то есть хронический отит – это хроническое заболевание. Оно состоит из обострения и ремиссии. При обострении идёт гнойное выделение и снижение слуха. Здесь показаны консервативные лечения. То есть назначение каплей, вушка, антибиотики, направленные на снижение вот этих гнойных выделений, прекращения. А если мы говорим о ремиссии, то есть там есть снижение слуха, и вот это подаётся только хирургическому лечению, как я сказала, тимпанопластика. То есть, да, хронический отит – это всегда хирургическое лечение в фазе вне обострения. Ну, но в любом случае его рач решает, да? А вот как поступить родителям, если вот он замечает у своего ребёнка снижение слуха? Каковы его первые действия? Большое спасибо за вопрос. Смотрите, значит, если родитель заподозрил снижение слуха, тогда он должен попасть к лор-врачу. Если он в городе, либо в центральной районной больнице, он должен попасть к лор-врачу. Если в каких-то отдалённых улусах, где нет лор-врача, он идёт к педиатру. Затем лор, либо педиатр на месте решает о дальнейшем либо обследовании, либо лечении. Если он справляется на лечении на месте, он лечит. Если не справляется, то он направляет к лор-врачу. То есть, он направляет к лору к нам, в республиканскую больницу номер один. Либо отправляет в сурдологический центр, где проходит ребёнок полное обследование. Аудиометрию, компьютерную томографию, импедансиметрию. И там мы уже определяем дальнейшую тактику ведения. Хирургическую. Либо она будет у нас в медцентре, либо это будут в федеральные клиники. У нас в студии есть звонок. Доброе утро. Мы вас слушаем. У меня такой вопрос есть. После ковида у меня исчезла обаяния и курс. Вот уже пятый месяц проходит. Как её восстановить? Большое спасибо за вопрос. К сожалению, коронавирусная инфекция – это абсолютно новое заболевание. Достаточно хорошо неизученное. И здесь, скорее всего, как ускорить процесс возвращения обоняния наблюдения. То есть вы нам сами скажете ответ. Давайте вернёмся к нашему вопросу о родителях и детках. Как проверить, как узнать, что у ребёнка снизился слух? Есть какие-то примитивные тесты? Я не знаю, хлопать, сколько-то метров говорить, счёт. Вот что можно сделать, чтобы понять, что да, у ребёнка снизился слух? Ну, как понять, что у ребёнка снизился слух? Или он постоянно «а, да», переспрашивает. Ну, наверное, одно из того, что говорят родители, он мультики стал очень громко слушать. А взрослых можно спросить, какое ухо у вас лучше слышит? Он говорит, ну, не знаю, а на каком ухе вы подносите телефон? Каком ухо? Он говорит, всегда только к правому, с левому и слышу их плохо, например. Ну, вот так. То, что я к левому уху всегда прикладываю телефон. А вообще, как сохранить слух? Вот есть какие-то рекомендации? Сохранить слух лучше с самого детства, начиная. Это заботиться о носе. Заботиться о носе. То есть патология следить за аденоидами, смотреть, чтобы не было частых обострений хронических отитов. И вообще это хранительный режим. Как можно избегать шумовых факторов, не перенапрягаться, чтобы не скакало давление, заниматься спортом. То есть за состоянием всего организма нужно следить. И таким образом можно сохранить слух. У нас есть в студии звонок. Доброе утро. Мы вас слушаем. Я бы хотела спросить. Я слушаю сама и хочу прививку получать с мужем. И кому куда подойти. И второй вопрос. Вторая вакцина когда будет? Одни говорят, что ты один раз получаешь и ходишь. Спасибо за вопрос. Но я хочу напомнить нашим радиослушателям и телезрителям, что сегодня у нас в гостях врач ЛОР. И мы говорим сегодня о здоровье уха и слуха. Поэтому вопросы о вакцинации это немножко не по адресу. Скажите, Аина Захаровна. Советую обратиться к участковому терапевту. И там вам все подскажут. Дадут полную информацию. Восковые свечи. Можно ли ими пользоваться? Ой, это очень... Это народный миф. Есть категория людей, которая их очень любит. Но вообще я как лор-врач абсолютно категорически против вот этих восковых свечей. Если они вам помогли раз, если вам они помогли два, не факт, что они вам еще помогут. Может быть мы с вами встретимся в приемном покое с вашей свечой в ушах. Ой, что вы такое говорите. А вообще наушники. Сейчас молодежь все повально ходят в наушниках. Даже спят в них. Насколько это вредно? Насколько это допустимо? Ну, мы сейчас с вами тоже сидим в наушниках. Но главное, чтобы громкость звука, которая в наушниках не превышала 70 дБ. Это уже неприятный звук для слухового нерва. А так, если говорить о наушниках, в целом я не против них. Но если предпочитать, то вот такие же наушники, которые носим мы, они те присоски, которые присутствуют. То есть вот эти немаленькие, да? Да, да, да. В наружный слуховой проход, который герметично и создают там отрицательное давление. Нет. Ага. А я еще слышала, что самостоятельно не следует чистить уши от серого ватными палочками. Это так? Да, действительно. Для снижения травматизма. Не чистите уши сами. А если вот они грязные в этом случае, то что нужно делать? Ну, это и видно вот, что... Ну, если это прямо вот в наружном слуховом проходе, в хрустевом отделе, да, ни глубоко, ни далеко, без фанатизма, пожалуйста. Ага. А как беречь свои уши от перепада давления, например, вот под водой или в самолете? Такой вопрос периодически задают мои друзья, которые планируют далекую поездку на самолете. И советы абсолютно простые. Я им рекомендую за несколько минут закапать сосудосуживающие капли в нос. Если есть какие-то проблемы с носом, взять с собой жвачку и во время взлета, либо посадки жевать жвачку, если это не помогает зевать, жевать, глотать. Пить водичку? Пить водичку, либо продувать уши. Ага. А вот когда купаешься, вот ныряешь, в этом случае тоже продувать, наверное, нужно, да? Да, то же самое. Ага. А вообще при каких ощущениях нужно незамедлительно обратиться к врачу? Если, независимо от того, вы ребёнок или взрослый человек, если у вас появились какие-то выделения из уха, то надо бежать к лор-врачу. Если вы взрослый человек, вы проснулись, и у вас на утро снижение слуха на одно ухо или на оба уха, ещё шум в ушах, не надо ходить неделями, заниматься своей... Сама врачей. Да, своей привычной жизнью, надо бежать к лор-врачу, потому что есть риски того, что слух может больше и не вернуться. Где вас можно найти очень быстро? Где меня можно найти? Я работаю в лор-отделении Республиканского национального центра медицины, а также я работаю в небюджетной поликлинике. Приходите ко мне, пожалуйста. Огромное спасибо, Инна Захаровна, за полезную беседу. Я желаю вам удачи, а мы с вами прощаемся. До свидания.